Получается, была целая подборка таких текстов. До 1984 года у меня только вот такие были мои тетради. Мои тетради и мои вот эти тексты были. В 1984-м один мой товарищ, тогда в училище как раз художественное, в 1985 году уже был вначале слушателем в училище художественном, один год вольным слушателем, потом 4 класса, 4 курса там учился. И мне очень понравилось там. Но там был один товарищ, он чуть постарше меня, на другом курсе был. Но мы с ним нашли общий язык. Он единственный, с кем можно было поговорить как-то о вере, с пониманием о Боге. Он сам не был религиозным, но его бабушка была религиозной женщиной очень. Православная бабушка была у него. Она и дневала, и ночевала в храме. Я раньше вообще не обращал внимания на храмы, там все. Она там была в храме. И этот мой товарищ, Владик его зовут, он, значит, стал... Ну, мы с ним общались. Я и с другими ребятами общался, рассказывал им то, что он знал. Но Владик, он сделал мне великий сюрприз. Он сказал, я постараюсь найти тебе библию. Вот, он знал, что у наших друзей с музыкального училища, рядом было музыкальное училище. Это в Орле было все. Происходила, моя юность прошла. Ранее детство в Поволжье было, а вот уже юность была в городе Орле. И, так вот, у тех ребят с музыкального училища действительно была библия. Но, правда, она была, ну, на руках то одного, то другого человека. Вот, он достал эту библию в начале нам на два месяца. Месяц сам читал, у себя держал на ее, а месяц на месяц мне дал. Вот. И есть временные чудеса, я о них тоже свидетельствую. Вот, тот месяц как раз он мне дал. Сложный был месяц в учебе, очень сложный. Наш учитель заболел, у нас был другой учитель, тем более проект был очень сложный. по композиции. И, ну, как бы, ладно. Один из того, работы было очень много. Но за этот месяц, во-первых, всю библию полностью от Бытия до Откровения прочитал. Потом успел переписать многое, а именно, вот, Евангелие от Матфея полностью переписать. Потом книгу Откровений полностью. Вот эти книги две полностью. Ну, книга Откровений больше мне вот этими образами понравилась. Я больше как художник ее переписывал, честно говоря. Вот. Она больше была загадкой для меня. Но вот эти образы потрясающие, эти всадники, эти драконы, это все, все, все. Вот. Думаю, вот. У меня даже идеи рождались тут же, вот этих композиций таких больших. Вот, как бы, в живописи, чтобы это передать. Вот эти образы апокалипсиса, Откровения. Вот. Ну, а Евангелие от Матфея я переписал. Думаю, сколько успею, столько перепишу. Получилось, да, аминь. Переписать полностью. Вот. Плюс еще кое-что выборочно из притчи, из псалмов, что успевал я переписать в разброс. И также из посланий апостольских. Буквально тезисные, некоторые там цитаты. Вот. И была у меня уже большая общая тетрадь, толстая, в которой была моя Библия. Мое сокровище было, в котором я жил. Знаете, сейчас за месяц дай мне такое, как бы, задание, и я не справлюсь. Вот. Бог совершил еще другие чудеса. Значит, хотя был другой учитель, и хотелось весь проект переделывать. Но сдал он отлично. Все три пятерки были по этому проекту. Вот. Для меня это было тоже просто свидетельство такое, что действительно, вот, Бог дал возможность сдать на отлично. Вот. И, вот, и прочитать Библию, и переписать ее. Потому что я не знал, когда еще, мало ли когда-то, мне еще попадется в руке эта книга. Через месяц я отдал, Надя бы эту книгу, он передал ее тем ребятам. Вот. Но потом, в следующем полугодии, снова Библия была у меня в руках. Я был вообще на седьмом небе, отчасти. Перечитывал снова ее. Не успевал полностью перечитывать ее, но для меня это было просто большим вдохновением. И в восемьдесят седьмом году, у меня, боже мой, была своя, я Нибель тогда уже достал, стало посвободнее уже, гораздо посвободнее. И откладывал я каждый рубль. Тогда были деньги дорогие. Вот. Мама получала около ста рублей, папа побольше. Но я накопил 130 рублей, помню. Для меня это было, стипендия была 25 рублей, но все ходил на краски, на кисти. И накопил эти деньги, и купил себе Библию тогда. По тем временам это было целое состояние для меня. Но это была моя Библия уже, с которой не расставался. Я не знал протестантов, не знал других христиан. Если бы я познакомился с такими верующими, наверное, я бы прихнул к такой какой-то конфессии, наверняка. Вот. Я знал только лишь православную церковь. Мама меня спрашивала, почему ты не пошел ни в мечеть, ни в синагогу? А почему пошел он в храм? Потом спрашивала, спустя годы. Я говорю, мама, ну у нас и не было ведь тогда, ни в синагоге не было, ни в мечети не было, значит, там, и все, значит, только лишь храм православный был. Все, что с религией было связано у нас. И поэтому мой путь был заказан, с одной стороны, но с другой стороны, я интересовался, конечно, впоследствии, потом уже, интересовался, чему же звучит все-таки ислам, как бы, ну, все-таки, ну, родная религия, как бы, религия моих предков, значит, да, по матери, значит. Но я с уважением отношусь к Корану, значит, да, значит, к культуре исламской, очень мусульманская культура мне очень нравится, очень нравится. Но, понимаете ли, я не нашел отзвука в своем сердце, а особенно есть стихи, которые, они прямо противоречат тому опыту, который я имею. Там говорится, в частности, что отцом для смертного не называй его. Я одному из своих братьев, у меня много братьев двоюродных, троюродных, многие из них стали сегодня ревностными мусульманами такими. Один даже стал прихожанином такой ваххабитской мечети, такой очень радикальной очень даже мечети такой. Я у Ренатки был, когда в гостях у него все халяль, все с ковриком, все, я, конечно, очень сильно удивился, трансформация такой, потому что тогда, в 80-е годы, были обычные советские люди, как бы, все представление о мусульманстве было лишь только поесть на курбан мясо, значит, как бы, значит, там, и сабантует праздновать, как бы, и все, в принципе, как бы, ничего такого у нас не было никогда религиозного. Вот, но теперь уже, смотрю, братья стали многие религиозные, и сестры тоже двоюродных, и жабы ходят, значит, все очень так, некоторые стали радикально, очень даже такие религиозные. Вот у Ренатки, когда я ночевал, я сказал им, а он стал один из учредителей мечети, то есть он входит, как бы, в группу, которые являются учредителями религиозной, как бы, организацией там, в Казани, значит, и у меня там в Казани много родних, на береге, на Челнах, на Тарстане много родних. И я, значит, Ренату говорю, что вот в Коране говорю, да, 99 имен Бога Всевышнего, да, они, говорю, все есть Библии, пожалуйста, я могу их Библии все найти тебе, что он и Всевышний Бог, он судья, он праведный, он человеку любивый, он там, ну, все вот эти, больше, как бы, титулы, как мы говорим, да, титулы, в которые Бог себя, как бы, открывает, раскрывает, но, я сказал, при последней нашей встрече с Ренатом, я сказал, он очень хороший человек, он такой, знаете ли, такой, очень, очень милосердный человек, вот, но, я сказал, что Ренат, говорю, вот, при всем уважении, вот, но в Коране, говорю, не хватает еще одного, говорю, еще одного имени, которое для меня является самым определяющим, самым главным. А, какое? Он думал, может, я скажу, там, о таких других именах, я мог бы назвать и другие имена еще, да, но я сказал ему, о, мой отец, для меня это самое важное, самое определяющее, самое великое. Вот, я молюсь лишь о том, чтобы, знаете ли, Господь открыл глаза многим верующим этим людям, религиозным людям. Я подписал им новые заветы, инжил, по-татарски называется, инжил, новый завет, взял целую коробку, там, в одной миссии, как раз, в набережной Челнах, познакомился с одной татарочкой, которая занимается, как раз, вот, именно, вот, миссионерским таким, и целую коробку взял этих инжилов, подписал всем родственникам, вот, пораздарил, вот, значит, и, но, знаете, конечно, и поливающий, и насаждающий, да, ничто, а все Бог взращивающий, Бог дающий жизнь. Я скажу одно, что, вот, тем откровением, которым хочу делиться с вами, к которому все так подхожу, как бы, да, с которым приехал сюда. Воскресение и жизнь. Воскресение и жизнь. Я получил это откровение весной 2003 года. Я к тому времени уже был реформатором, да, трудился реформатором. С 96-го года, когда я вышел из традиционного православия, я себя видел только реформатором. Именно нести Слово Божье и быть служителем этой реформации для православных христиан. Потому что с православием моя судьба связана, и с 87-го года я себя не представляю вообще вне какой-то, ну, вне православия. И знаете ли, в 96-м, почему я вышел из традиционного православия, и почему стал реформатором, то, ну, был целый спектр событий. И я разочаровался во многих вещах, будучи священником, тогда традиционной православной церкви Московского перерахата, я разочаровался во многих вещах. В частности, разочаровался в многобожьем, как таковом вообще, в самом принципе. Многобожьем в смысле вера в разного рода посредников, ходатаем к Богу. Ибо един Бог, написанное в Слове Божьем, да, 1 Коринфянам, 1 Тимофею 2.5. Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками. Да, вы можете сделать это местописание. 1 Тимофею 2.5. И начало 6-го стиха еще там, хорошее завершение такое. Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления всех. Для искупления всех. Вот это мне так нравится очень вообще. Вот. И един Бог, и един посредник. Вообще Новый Завет называет Иисуса Христа ходатаем Нового Завета. Называет первосвященником. Называет его, ну, единственным и неповторимым. Слава Богу, что название даже вашей церкви, это задокументировано вообще, задекларировано. Что Иисус Христос – путь, истина и жизнь. Вот эти слова Иисуса, они вообще не в бровь, а в глаз. Это откровение, великое откровение, которое Иисус дал людям. Он есть путь, истина и жизнь. И он дальше, помните, подчеркивает, что никто не приходит к Отцу, только лишь через Него, через Иисуса Христа. И он тогда не сказал для протестантов лишь, а для православа также, ну, через мою маму, там, апостолов, там, пророков, там, не-не-не. Для всех нас. Семь бед – один ответ. Один Иисус Христос только лишь. Ответ за все. Один за всех, и все за одного. Поэтому в 96-м году я просто разочаровался вот в этих вот, знаете, вот, в самом системе. Мне уже, ну, как в украинском, мне нравится «обрыдло», выражение такое. Ну, грубое, конечно, но «обрыдло». Знаете, понимаете, что кому-то еще молиться на стороне – это настолько неприлично, настолько вот, ну, это даже неприлично. Не говоря, что это вообще не христианский принцип вообще. Христианский принцип – молиться только лишь к Богу, что один Иисус, он за всех. Вот, что апостолы Иисуса, первые верующие, да, вот наши с вами старшие братья, да, они очень четко это исповедовали. В деяниях записано, помните, да, что нет другого, они говорили, имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Вот это исповедание веры, символ веры апостольский, настоящий, правдочный. Они так и говорили, и это было очень смело, очень четко, и этим жили первые верующие. Действительно, так и есть. Одним словом, вот, в личной молитве я перестал. Слово Божье вернулось в мою жизнь, оно ушло на некоторые годы, к сожалению, из моей жизни, но в 96-м вернулось в мою жизнь, Слово Божье. В 96-м вернулось это слово через проповеди, простые проповеди, простые беседы одного очень хорошего человека. Это Эрла Штеггин, книга Людмила Плет, «Время начаться суду с Дома Божьего» называется. Вот эта книга меня очень сильно сразила на повал буквально. Знаете, я просто истосковался к тому времени по этой первой любви своей, и я просто, ну, уже, мой язык уже не шевелился уже, там, как раньше молиться, кому-то еще. Нет, нет, я только лишь Богу, только лишь Богу, все. Знаете, настолько, ну, будучи еще настоятелем храма, я обязан был, конечно, приходя в храм, я исполнял свои обязанности, конечно, я не исполнялся, но понимал, что это уже не по моей вере, уже все, я уже в это не верю. Я в личной молитве, индивидуальной, я эти месяцы последние там нахождения в РПЦ, я молился только лишь Богу. Но в храме, приходя, где я был настоятелем, я обязан был петь опять-таки 25, думаю, там, Пресвятая Богородица, спаси нас, там, святые такие-то, молите Бога о нас и прочее, прочее, прочее. Ангелы, Архангелы, молите Бога о нас. А сам, думаю, ну, зачем, опять, думаю, ну, вот. Вот, я, конечно, старался все это, как бы, более или менее выправить, как бы, в мирное русло, то есть после каких-то там этих служений или во время служений прервать служение время от времени и давать разъяснение все-таки. Молитва заупокольная уже самая мне уже опостылила к тому времени настолько, что я много хранил умерших, но вот это, как бы, бесперспективность какая-то, знаете, вот какое-то, ну, отсутствие вообще элементарной логики. И слове Божьем говорится о молитве за живых людей. Это нормально, это понятно, это естественно. А вот такое мистическое это богословие, знаете ли, вот о вымаливании, как бы, души умершего, ну, не знаю, мне уже это настолько надоело тогда. И я стал сокращать эти молитвы, и обычно после каждой ледии, панихиды, там, уже обращался в храме своим к людям, заказавшим все это, говорю, или хранящим умершего своего. Я говорю, что обычно мы умершим желаем Царства Небесного, но я говорю, хочу вам пожелать именно Царства Небесного, потому что молимся за живых людей. К вам сегодня обращено Слово Божье. И дальше, и дальше. Но я понимал, что это так долго нельзя продолжаться, не могло продолжаться так долго. Вот, моя информация началась с того, что все требы богослужения стал совершать бесплатно, цены все снял в храме. Вот, это было как, ну, оно и раньше, как позором было для меня, но воспользовался тем, что письмо очередной из епархии пришло, где написано было, что желательно, чтобы стоимость там цены за требы и богослужения была такой-то. Думаю, а раз желательно, значит, не обязательно. И я, воспользовавшись этой такой, да, снял вообще все цены и написал объявление в нашем храме, и в районной газете еще плюс еще дал объявление, что в нашем храме все богослужения требуют, там, крестины, венчание, отпевание, все-все-все-все-все, совершается бесплатно. Вот, был ящик для пораживания у нас, вот, значит, и, короче, моя была такая финансовая революция, реформация. Кстати, поначалу, конечно, женщины были в шоке у меня, вот, ну, помощницы, там, казначей, староста были в шоке. Они говорили, батюшка, вы сами же первые пожалеете об этом вообще. Вот, но самое интересное, буквально через, там, несколько месяцев доходы храма, они не упали, а наоборот стали расти. Стали расти, значит, и притом в разы, в нескольких раз. Когда кассу вскрывали в этот ящик и пересчитывали деньги, там, эти бабушки, эти женщины, они были просто, ну, было видно просто в шоке просто. Потому что даже в прежние годы, даже в лучшие месяцы мы столько не имели сборов, сколько имели, вот, когда все стало бесплатно, добровольно. Так что я говорю, смотрите, с людьми по-любски, они по-любски относятся. Вот, и все. Да, отлично, много интересного произошло в то время, но в 96-м это все происходило. Я стал молиться за живых только людей. Крестить детей тоже самое, мне уже надоело. Знаете, потому что педобаптизм это не для нас. Крещение младенцев, или даже взрослых, но крещение без просвещения, это называется педобаптизм. Педобаптизм, да. Есть баптизм, есть педобаптизм. И все христианство, так условно, можно поделить на два таких лагеря, как бы, основных. И я перешел из лагеря педобаптизма в лагерь баптизма в то время. Еще будучи традиционным священником, вот, не то чтобы отказывался я крестить детей, но я так решил, так, ну, схитричить. Значит, люди приезжали, допустим, хотели кого-то покрестить из младенцев, я говорю, хорошо, я возьмусь, но давайте мы вначале сделаем две-три беседы с вами, со взрослыми, пообщаемся, что же такое крещение. Одним словом, да, многие говорили, не, не, мы лучше заплатим, но и вот там покрестим, в том храме. Значит, некоторые, наоборот, с воодушевлением восприняли все это даже и стали посещать, я им стал рассказывать, паптизм, что такое, что такое именно обещание Бога или спрашивание у Бога доброй совести. Вот это было, конечно, реформацией в разуме у многих людей, слава Богу. Но так долго не могло продолжаться, начальство я вынужден был объявить о своем выходе из традиционного православия. Вот. И что потом произошло? В 97-м мы были вынуждены уехать с России тогда, начались гонения, вот, несколько раз меня и убить хотели, и сами священники прислали бандитов. Ну, у бандитов было больше совести, как ни странно. Бандиты в рясах, они опаснее, чем классические обычные бандиты. Потому что у таких обычных бандитов хотя бы какие-то принципы есть, а вот те, которые в рясах, с крестами по ноге и на груди, эти бандиты вообще без принципов, вообще без морали. У них своя какая-то мораль, там, аморальная совершенно. Это как мораль чекиста, допустим. Это совершенно извращенный мораль. Так вот, и, знаете, были вынуждены уехать. Приехал я в Украину во Львов, во Львов, вот, через католиков. Познакомился с одним священником католическим, вот, со Словакии, Йозеф Кунчага. Очень хороший священник, миссионер такой, ну, он действительно вот болеет просто миссией этой христианской. И открытием церквей, там, обращением людей, там, с гитарой проповедует. Даже русский, почти не зная язык, он наломаном, но он начинал говорить с людьми, всегда, значит, заводил разговоры о Боге, о Христе. У него все время полный ряса трактатов всяких с собой, гитара за плечом. Молодец он такой. Хотя он признавался, что больше всего не любил русских вообще в жизни, значит, в Словакии, еще в Чехословакии, возглавляя подполье, там, антисоветское. В свое время, еще тогда, в 70-е годы, он уже человек немолодой уже, вот, и он, когда развалился Союз, он не думал никогда, что он поедет в Россию миссионером. Но Бог призвал его куда? В Россию? Хоть в Африку, пожалуйста, хоть куда, но только не в Россию. Поедешь в Россию. Вот, он поедет в Россию и понял, что да, это Божий принцип вообще, Божье поручение. Он полюбил русских, полюбил людей, достал благовествовать им о Христе, говорить все, обнимал коммунистов, благовествовал им о Христе. Вот, вообще там такие вещи были. Вот, Иосиф Гунчак, он очень такой интересный был человек, такой миссионер, и стал моим другом. И вот он как раз и видел, что меня уже попытались несколько раз уже убить, уже, вот, прислали бандитов. Один просто чемодан с оружием просто закрыл и сказал, что я должен убить вас, но я не могу говорить, значит, просто, короче, ушел. Вот, значит, другие приезжали бандиты, значит, они просто на разговор приехали, сказали, что вот, ваше же, ваше же, эти, и партия ваша, и заказала. Но мы посмотрели несколько дней, мои ребята посмотрели, говорят, они видят, что вы человек верующий, но не хотим, как бы. То есть у них свои принципы есть тоже, какие-то верующие, неверующие батюшки еще, понимаете? Интересно. Ну да, вот, значит, не тронули. А я сказал, что я даже не могу переехать сейчас в финансовых, бандиты еще финансовых рублей еще. Транс, потому что не забывайте, понимаете, вообще, ну это, и смех, и грех, кино такого не увидишь. Вот, значит, и одним словом оказался я во Львове у Любомира Кузера в гостях две недели. Первый раз в Украине в своей жизни. Для меня в Украине это были, что, ну, хохлы, бандеровцы, сало, обрезы, ничего доброго, то есть, как бы, ну, ассоциации. Я имею в виду не то, что в сознании, а в подсознании больше. Вот, значит, и знаете, что интересно произошло? Причем, я очень полюбил Украину через Любомира Кузера, его глазами, как бы, его сердцем. Две недели же с ним жил, вот, не давал покоя старику, он тогда уже был немолодой человек, уже, в 97-м. Вот, не давал ему, да, даже и спать не давал ему часто. Уже поздно вечером, а я все, а так, а так, владыка Любомира, а как же то, а как же то. Так интересно было. Вот, значит, но через него, через его вот это вот такое широ, сердце, да, вот это, я полюбил Украину, полюбил, влюбился, его глазами, его сердцем. И после Львова, а во Львове я в костелы в этих приходил, он мне дал этих братьев-василиан, они показывали мне, вот, значит, монастыри, храмы эти показывали, водили меня везде во Львову. Я был просто восхищен, удивлен, а как раз время было такое уже зимнее, ну, ближе к Рождеству, и там хоры эти, площадь рынок, там хоры эти пели, репетиции, не репетиции, не знаю, но они вот уже, еще до Рождества, но уже пели рождественские, там, эти песни, вертепы ставили, мне так понравилось это вообще, ну, я... А, кстати, там, когда на улице, мне что еще сразило во Львове? Люди за место здрасте говорят, говорили, слава Иисусу Христу, слава Иисусу Христу, а я здрасте, здрасте. Никогда отец Сергея не был так близок к провалу. Даже болотящийся парашют мне так подавал, батюшку. Одним словом, значит, я такой, здрасте, здрасте, я ж не знал вообще, меня ж в курс дела не вели. Одна бабушка меня пожарила, она говорит, батюшка, можно вас? Я вижу, вы не местные. Я говорю, ну да, первый раз в Украине, во Львове. Вот, она говорит, ну не надо говорить здрасте, вот, а как же говорить? На вики слава Богу Святому, на вики слава, ну что, не здрасте. Я говорю, хорошо, спасибо, исправлюсь, исправлюсь. А мне понравилась сама идея, это как вот, алейкум ассалам, сам алейкум. Ответка такая, вот еще, что он начнет, слава Иисусу Христу и ответ, на вики слава Богу Святому. Думаю, здорово вообще, так это ж. Я уже ходил, уже следующие дни, уже специально так уже, я ж в рясе ходил с Христом на грудь. Я говорю, слава Иисусу Христу, сам уже, ну прежде не уже, слава Иисусу Христу. Вот, и вот эти песни, песни пелись как раз, я был просто зачарован, на площади рынок, там как раз вот эти хоры пришли туда. Я был так восхищен. Воселяне, кстати, воселяне организовывали один из хоров, точно их не был хор, потому что священники подвели к ним, как раз показывали, там, этих братьев, потрясающих волосам. Я был просто восхищен. Песня. 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 живы мои родители там, значит, в Орле, и думаю, мы поедем как раз туда, и собрались и утром с позаранку, в пятницу поехали, значит, и жена со мной была, наших тогда пятеро детей, я был за рулем, и поехали мы с Киева в Орел и через Сумскую область, и вот в Сумской области я попал в ДТП, сколько за рулем, никогда не попадал в передряги серьезные, а здесь я сбил подростка, школьника, старшеклассника, который на мотоцикле выехал покататься из одного села в другое, села через трассу, вот, удар был сильный, удар был смертельный для этого пацана, вот, и на мне была кровь человека, я, знаете, вот такое, даже вспоминая об этом, что произошло, я понимаю, что вот как будто бы это не со мной происходило, как будто это с кем-то было, как будто кино видел про кого-то, но это было про меня кино, это было я, и жена, дети были целы, я выбежал из машины к этому мальчику, вот, и впервые в жизни я молился за умершего человека, но не имея в виду его душу, покой души его, а за воскрешение этого умершего человека, Бог был милостив ко мне и к этому мальчику, вот, и Господь воскресил этого мальчика, мальчик ожил, и это было, конечно, для меня таким тоже шоком, стрессом, вот, он ожить-ожил, а у меня сразу мысли, а может быть это не была смерть, может это был просто глубокий обморок, может мне просто показалось, что это смерть, как тот еврей, который говорил Иисусу, помните, да, верю, Господи, помоги мы ему, не верю, вот, как бы, есть вещи, которые, как бы, они за пределами нашей веры просто, и я, как бы, вот, примерно так думал, может это мне показалось просто, просто был обморок, скорее всего, но когда он стал садиться, он стал довольно активно, вот так вот, присаживаться, прям на асфальте, я помог ему присесть даже, а сам переживал, может он сейчас поломан или какой, нет, живой, целый вроде, вот еще, значит, но сзади голова была разбита, вот, знаете, как будто бы арбуз переспелый треснул, кости разошлись, и там мозги были видны, вот эти, да, колокотала мякоти, да, вот, довольно серьезно, ну, вот, именно голова была расколота, а он еще грязными руками туда лез, думаю, я вообще мозги почешу, да, я поэтому придерживаю его, чтобы он не залез туда, в мозги, вот, значит, он не видел уже себя забит, а я-то видел, поэтому немного жутко было, вот, я вообще кровью боюсь так с детства, но, как бы, вот здесь он просто не до того было, я просто придерживал его, еще боялся, что эти, эта дырка дальше раскроется, как бы, значит, эти кости, и там выбыли из оттуда что-то, поэтому я придерживаю, чтобы ничего не выбылилась оттуда, значит, и приехала скорая помощь, там чуть дальше была кафешка раньше, это не дырежь, если я ехать отсюда, с Киева, не дырежай, королевца, а лапшин село, и дальше там спуск и подъем, и как раз там уже кафешка была раньше, и там они позвонили уже в кролевец, и приехала скорая помощь, да, забрали пацана, но врач сказал, он не видел же воскрешения, врач, да, но врач сказал пока то, что это батюшка, а я подряд с ним по такому дорожному своим, вот, значит, и батюшку это несовместимый жизнью, мы даже не довезем его сейчас туда в больнице, но они повезли его, я понимал так, что если сейчас Бог его поднял на дороге, не для того, чтобы он по дороге скончался, будет жить, какой-никакой, хотя бы поломанный, думаю, но будет жить, вот, и сам ждал еще милицию, значит, и жена, дети остались возле машины, а я ушел в посадку помолиться, вот, молюсь за этого пацана, за его исцеление, вот, дети были целы, там ссадины, синяки, но, как бы, целы, вот, жена колено чуть повредило, но, как бы, значит, ушиба сильно, значит, но, как бы, цела, вот, и я в посадке просто молился за пацана того, и знаете, как молишься, а внутри, как бы, что, не надо молиться, на сухую молиться, когда без духа, когда сам просто молишься, долго нельзя так, ну, я не могу терпеть так долго, вот, я понял, что, как бы, значит, я не понимал мозгами, как это произошло, что произойдет, просто понял, что все хорошо, вот, значит, и просто благодарил Бога, молился, потом приехала полиция, это, да, и они посмотрели место происшествия, ну, и для меня было еще, из их уст, еще одно подтверждение, они видели его транспортное средство, мотоцикл, не подлежавший восстановлению, ну, две тонны на скорости, мало не покажется, значит, и мотоцикл был не подлежавшим восстановлению, одним словом, видели, где тело его лежало, этого мальчика тормозной путь, видели мое транспортное средство, как говорится, одним словом, эти гаишники, они сразу говорят, что батюшка, ну, это летальный свод, однозначно, а я говорил, что не в морг, а в реанимацию повезли, ну, поверьте, не первый год на дороге, знаю, вот, по всем предметам гаишным, это, у пацана шансов нету, вот, одним словом, все, вот, это с их слов было, потом больница, в райцентре, потом уже в кабинет следователя, там уже стресс догонял, в кабинете следователя уже, вот, с моих слов было записано все, что произошло, это происшествие, и вот здесь начались уже свидетельства такие серьезные для меня, значит, зашел врач скорой помощи, который с места происшествия забирал того пацана, и он, обращаясь в моем присутствии к следователю, он, значит, начал ему такие вещи говорить, что он человек неверующий, да, при чем здесь это, как я так думаю, при чем здесь вообще это, вот, потом начал говорить следователю, не мне следователю, что говорит, значит, черновщины какая-то произошла, говорит, оказывается, за тех 10-15 минут, что везли его с места происшествия до больницы, он был полностью исцелен, полностью исцелен, поэтому врач говорит, черновщины какая-то, потому что кровь оставалась свидетельством, что все это не приснилось, это все не показалось, это не было как массовой эвалюцинации, это не была как масса эвалюцинация, потому что кровь оставалась, проверили потом, мальчик кровь, нечая-то кровь, нечей-то кровь, он вымызывался, это была его кровь, но как могла голова захлопнуться, расколотой, как огурцую, значит, да, кости срастись за 10-15 минут, бесшотно, кстати, потом проверяли, кожа срослась бесшотно, как будто не рвалась никогда даже кожи когда кровь смыли не нашли ни царапинки ничего абсолютно голова не ломалась никогда у него а дальше больше хирург он был вообще в шоке хотя он не видел потому что видел скорой помощи врач но он был еще больше в шоке знаете почему потому что по ходу когда раздевали мальчика он сказал следующее там они врачи были более сдержанного младшими персонала санитарки сестры были очень сильно эмоционально рассказали следующее санитарки когда раздевали он сказал так следующий первый его впечатлением о мальчике что его периодили просто в чужую одежду потому что одежда подтверждала что на нем даже быть следы повреждения но под одеждой все было чисто не синяка не царапин то есть вообще ничего тело было как будто бы совершенно другое не с дтп вот все шевелилось у него работала проверяли его и по ходу его раздевания и осмотра тела внешнего вначале врач это скорой помощи он вопросы задавал ну и медсестры нужно спец проверить его состояние как бы как на отвечает проверяли реакцию отвечал адекватно все нормально как будто бы вообще удивительно и по ходу разговора врач этого пацана узнал и сказал что прибежал на сферу и уже там мать мать подтвердил сюда убежал хирургии у них с переломом вот значит и связано было тоже с мотоциклом падение на какой-то было с мотоцикла у него перелом но зажило у него тогда хорошо с первого раза все зажило вот и его слова ходил в школу гонял на мотоциклах но дальше было следующее когда делали проверяли ему кости не только следы от новых переломов исчезли бесследно но если на старый перелом исчез и вот врач поэтому этот хирург был просто ну не просто удивлен вообще просто внутри него это было разучарование потому что он атеист убежденный шат и из приматери он не верил ни во что сверхъестественное вот а здесь надо было признать момент сверхъестественного потом вечером уже были другие врачи тех я уже не знал уже не знакомился уже не общался с ними другие врачи делали еще там другие снимки по новой все повторные снимки подтвердили все все верно на самом деле он полностью и снаружи и внутри целый гости органы все как будто никогда не ломалась не разрывалась ничего у него абсолютно целый одна лишь проблема врачи нашли лишь одну проблему она им казалось не связано с дтп а я как раз понимаю на основании слова божьего что это как раз именно связано не нашли в нем пищи как будто он давно не ел уже не просто день 2 и 3 они ел давно уже стали запрашивать его так осторожно когда-то ел последний раз он сказал что утром хорошо позавтракал потому что у него предполагался один прием пищи в день там другие пацаны приехали постарше которые ребята на мотоциклах вот они рассказали что эти ребята короче они с разных сел в тот день пятницу договорились они разбегали со школы короче не в школу не пошли они со своих сел на мотоциклах на мопедах на чем могли они съезжали с водой силу условленное место и там они должны были гонять и весь день и вечер и даже ночью поэтому этот пацан он хорошо позавтракал суть потому что написал что он сокурсил он съел как мужик здоровья врачи спрашивают и по ночному медсестры спрашивают а что тебя мама любит готовить специально не видели причину но как бы специально а что-то любишь кушать что-то не любишь кушать так зубы заговаривали а потом она вчера ты ел вчера ну ел значит что ты ел конкретно называй ну то-то-то там перечислял а позавчера ты ел ел поза поза вчера поскольку он не пропускал ни один день ел каждый день несколько раз а утром хорошо позавтракал плотно и вот здесь для врачей просто была немая сцена у него в кишках ничего не было как будто он не ел давно уже он же не птица знаете ли это стали спрашивать его как у него много стола и стул ну малый дом его сверхспособность индиво туалет одни слов что в нем не задерживаются ничего а судя потому что он рассказал не было все обычно как у людей без эксцесса какие-то там он же не птица на даже не птица поеду наплевать у него все естественно но для врачи была загадка куда все исчезло и ну ладно для меня было подтверждением еще одно подтверждение что он был бы спешен именно воскрешен из мертвых я помню как меня бог воскресил просто очень делал когда я себя заходил в свои кишки во все заходил ну одним словом я был пуст тоже вот я в нем я помню тот момент просто вот и меня жуткий аппетит такой пробудился не потому что даже перед тем я температуру да даже не поэтому а вообще надо было поесть вот и в новом завете тоже говорится да когда воскрешалась дайте по дайте поесть у меня своя теория возникла тогда тогда думаю может бог использует раз эти элементы для восстановления жизнедеятельности организма не знаю одним словом за что купил зато продал но для меня это было еще одно подтверждение я так расценивала то тогда вот ты сейчас думаю вот и после того страх напал такой хороший божий страх напал и на следователей там и на этих сбушников там этих милиционеров этих я вышел в коридор с кабинета следователя вышел в коридор там стоял капитан да и сергей шкура я с ним познакомился тогда который был на месте происшествия который мне как раз говорил что батюшка не вы первым и последний летальный исход однозначно короче ну там ребятам жмурик точно судя по его транспортному средству не подлежавшему восстановлению получается удар фактически ну чуть по касательно но одним словом мотоцикл поведу так что уже шансов не было и на восстановление только лишь на запчастники разобрать а пацана бог собрал какие-то минуты вообще вот и дальше проводили меня эти офицеры как не знают с таким почетом как сверху на раду всем коллективом провожали проводили меня правда машина все уезжайте кататься да сейчас уже заднем числу виду можно было как-то речь задерживать там сказать там пока это да но после драки уже кулаками не машут насчет но дорога ложка ложка к обеду да ну ладно тогда мне было честного дина того не допробовать и не до чего просто сел машину жена еще на счетом кстати интересно жена потом долго еще болела у нее колено повреждено было где-то полгода еще болела терапии дорогая была восстановление там на счета очень дорогое лечение было но самое интересное от того пацана хоть бы что вообще хотя бы след остался бы какой-то ладно и вот когда ехали обратно в киев поехали домой я пережил еще один стресс хотя мне казалось для одного дня вот так вот уже стресса больше чем достаточно вот я слышал голос голос я не псих я не слышу голосов знаете ли но у меня никогда не было такого никогда в жизни вообще не до того не после того уже прошло 16 лет ничего такого не было у меня близко даже я слышал в громкий голос как будто машине я не люблю машине громкую музыку но когда как будто резко включили громкую музыку громко бог говорит я знал что-то бог это было громко это я думаю думал далеко за машиной это все слышно но самое интересное жена была со мной она не спала но как потом уже на другой уже при разговоре узналась она как-то ничего не слышала хотя я полагал по 100 процентов по умолчанию на все это слышит тоже она оказывается ничего не слышно я потом переспрашиваю специального ремонта кино может все-таки какой-то дополнительный шум хотя бы слегка какой-то шум дополнительно был ничего не слышал абсолютно то есть это так громкий голос который думал слышно далеко за машиной а как стопы лишь я слышу вообще не зато она просто увидела чего я не видел потрясающе ну ладно и их представляется голос громкий голос задал мне три раза один тот же вопрос голос голос звучал так только громко я не могу так даже сказать это вот библия говорится как шум во многих вот да вот вот нечто напоминаю же кстати да как старый еврей говорит мы тоже напоминает это не передать таким колоритом таким я подозревал что он еврей затем но не до такой степени я не ожидал настолько это потрогательно было но он говорит по-русски и сказал так что он спрашивал меня ты это видел только громко я не мог ничего ему сказать абсолютно три раза одно и то же он спрашивал ты это видел и когда третий раз я что-то там промемлил вроде как да господи по моему так что-то сказал я и все я не мог ничего сказать абсолютно мне возможно ответил на вопрос что же я видел не основу были вопросы а он вопросом на все мои вопросы отвечал вот три раза спросил меня и так не дождавшись моего какого-то ответа разумительного тот же самый голос также громко вот третий раз спросил меня из почти сразу продолжил и сказал следующее вот так будет из церкви и все и больше ничего не слышал и вот до сегодня ничего не слышал и это был стресс не передать просто какой и но после этого я ехал дальше еще далеко было до киева знаете ли само собой вспоминалось это были мои мысли это не было уже и голоса никаким абсолютно не тихим не внутри мысль одна и та же крутилась я есть им воскресение десятки раз одной тоже еду одно и тоже вспоминается и это из библии а потом дальше я есть воскресение и жизнь воскресение и жизнь это же десятки раз одно и то же одно и то же я ни о чем не могу другом не могу думать просто и не хочу я только об этом думал и потом там поворот такой есть кипти вот эти кипти эти вот черниговская трасса прямая на киев уже дальше вот эти кипти мне на всю жизнь запомнились съезжаю когда с этого поворота мысль продолжилась еще до съезда прямо дороге прям я забыл вот это живут все в деталях мысль продолжилась и верующий меня даже если умрет она живет интересно это не совсем по синодальному переводу там нет вот она даже если но вот мысль была вот такая именно даже если не умрет как живет и потом ехал до самого киева еще долго довольно вот и одна и та же мысль одна и та же мысль я есть воскресение и жизнь первую чем меня если уйдет оживет и уже когда вверх в город все прекратилось это воспоминания одного и того же текста. Я больше не вспоминал. Но с того момента на другой день уже рано утром мы почти не спали. Дети в повалку все уснули. Мы уже сонных их таскали из машины. И мы с женой почти не спали. Рано утром с позаранкой тоже встаем на кухню и под впечатлением просто делимся, что же произошло. Вот здесь я вдруг узнаю, что жена ничего не слышала, оказывается. Но она кое-что видела. Она видела ангела, а я ничего не видел. Я смотрел за дорогой. Я смотрел на дорогу. Я ничего не видел в упор. А она видела. Интересно. Почему-то кто-то видит, кто-то слышит. Вот пойму. Вот. Но интересно. Я поделился этим. И утром я понял одну вещь. В этом разговоре с женой я понял одну вещь, что я полностью исцелен внутри как служитель. Я как будто бы не было никакого огорчения, как будто не было никакого разочарования в служении, как будто не было никакого даже разговора со своими помощниками, с лидерами, служителями. Вообще, я пришел потом на служение к себе, как будто вообще-то как с гуся-вода вообще. Как будто меня не касалось ничего. Я думаю, что это эйфории первых дней, думаю, мне так закрылась такая мысль. Но через несколько дней я в метро, в Лукьяновке, я выхожу из метро, а он ходит в метро, столкнулся с одним из главных обидчиков. И у меня, я с ним немного переговорил, потом расстались, он в метро ушел, а я вышел дальше на остановке утролибусной. И проверяя свое сердце, у меня ничего даже не колыхнулось, не екнуло даже ничего. Думаю, вот это да! Такого не бывает! Сам бы я никогда в жизни не смог бы реагировать вообще сто процентов! То есть, для меня это было еще одно подтверждение, что это было не просто эйфория, и какое-то первые дни, что действительно Бог совершил чудо такое. Знаете ли, мне как Фомье порой надо просто потрогать, что-то убедиться, на самом деле, что это так оно и есть. И когда с 2003 года по сей день, когда спрашивают, вы верите ли в реформацию православного света, возможно ли она, я говорю, я понимаю, что она невозможна, что тогда я верил, что она невозможна, что сейчас я еще больше убеждаюсь, что она невозможна. Но старше становишься вообще понимая, что это невозможно вообще, абсолютно ничего. Но, с другой стороны, я знаю, что это будет. И это будет не потому, что по нашему хотению, по нашему велению, значит, да, хотению, нет, значит, а потому, что Бог действительно, как вот еще устами Павла, он говорил к ефесянам, помните, встань спящий, воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос, что действительно Он спящий будет пробуждать, Он пробуждает, таки спящих, мертвых воскрешать, и осветит тебя Христос, церковь свою осветит Он, отделит для себя, потрясающе. В протестантском мире чаще всего речь идет о пробуждении, так оно и есть, дамы и господа, пробуждение. Многие заснули, и души, и целые церкви, и направления, ветви христианства заснули, их нужно пробудить. Но, что касается православия, бесполезно будить, уже смердит уже. Поэтому силы воскресения будут. Воскрес тут мертвые, даже Израиль в своей истории, помните, да, в Библии, он напоминал однажды поле сухих хостей. Но даже в такой ситуации Бог полон оптимизма. Вообще, Бог наш, Он оптимист. Спасибо, Господа, за все. Благоставляю вас, дорогие друзья, спасибо за внимание, и благоставляю вас благоставением священническим, благоставляю ваше служение, ваш перелет, и чтобы вы были благоставением там, за океаном, вот этот месяц там, предстоящего, и вашей семье, родным, ближним. Вот, и вам здесь тоже не унывать. Будьте благоставлены, счастливы, процветайте, благоставляйте эту землю, благоставляя всех вас словами благоставения священнического. Давайте встанем, возглавленные. И благоставляю благоставением, как мы называем его, аароновым благоставением, да, из книги чисел 6 главы. И в конце 6 главы есть три стиха благоставения, которые Бог дал однажды Моисею, чтобы тот передал Аарону и его сыновьям, чтобы таким благоставением благоставляли сынов Израиля. И Бог говорит, и я благоставлю их. Я пою это благоставение на русском языке и спою на еврейском языке. Еврейским я бы учил только за то, что им говорил сам Машех, как сам Мессия. Вот, тем более, что в словах этого благоставения на еврейском языке очень много смысла. Некоторые слова этого благоставения на современном русском языке имеют 70 значений. Десятки предложений нужно вспеть, прочитать, чтобы весь смысл уразуметь. Одно из значений этого благоставения следующее, чтобы Бог нам улыбался, чтобы Бог нам был благоставением, чтобы все сферы нашей жизни, духовные, душевные, материальные, все было благоставлено им. И так оно и есть. Отец, Бог наш и Царь, благослови народ свой миром, посети виноградник, насажденный Твоей рукой, и благослови виноград сей, великий виноградарь. Слава Тебе, Господь Бог Святой! Слава Тебе, Господь, Господь, Слава Тебя, Господь, и сохранит Тебя. Добрый средь для Тебя, Господь, светлым лицом своим и помилует Тебя. Добрый день, Господь, лицо свое на Тебя и даст Тебе мир. Гошев Иешуа Гавашех, Иешуа Машихейну, во имя Иисуса Христа Мессии, Бог Авраама, Исаака, Якова, Бог Патриархов и Пророков, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, и да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение и избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Благослови народ Свой миром, Своим шаломом, благослови Господь по богатой Своей милости. Боже Всемогущий, Ты есть воскресение и Ты есть жизнь наша. Ты есть воскресение и Ты есть жизнь. Ты хочешь, чтобы все люди спаслись и Ты хочешь, чтобы достигли познания истины те, кто спаслись, приняли Твой дар жизни. Благодарю Тебя и благословляю Великое имя Твое в собрании святых, в собрании детей Твоих. Благословен Ты, Царь наш! Благословен Господь! Благослови Господь Киев! Благослови Господь Украину! Пусть здесь на берегах Днепра славится имя Господа Иисуса Христа! Пусть Господь славится имя Твое Боже во всей нашей истрадавшейся планете! Благослови Израиля! Благослови Иерусалим! Боже во имя Христа Иисуса! Благослови всю нашу истрадавшуюся землю, все народы, Божие, потому что вся тварь, все сотворенное Тобое стинает и улучшится, ожидая откровения сынов Твоих. И пусть откровением в народе Твоем будет, Господь, воскресением и жизнью, Божием, для всего сущего, для мира растительного, животного, а наипаче для человеческого рода. Благослови, Господь, по богатой своей милости, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аплодисменты Богу Святого. Благослови. Давайте мы воздействуем славу нашему Господу. Мы хотим вам сказать огромное спасибо от всех нас. В 2002-й, когда мы встретились, сегодня уже 17 лет прошло. Я верю, что у Бога в Его дружбе нет ни расстояния, ни времени. Спасибо, что вы отозвались, спасибо, что вы открыты. Мы хотим вас все от нашей общины поблагодарить, благословить вас именем нашего Господа. Мы благословляем вас, ваш дом, вашу семью, ваших деток, ваших внуков, внучек. Мы хотим благословить служение, которое непростое вы взяли на свои плечи. Вы взяли этот крест, вы взяли это иго, которое Бог возложил на вас. Знаете, есть три серьезные вещи. Семя, убавшее в землю, если не умрет, не может принести кровь. Первое Бог с вами сделает. Следующее, кто не возьмет креста, не последует за ним, не может быть учеником креста. Это тоже вы сделали. Следующее Бог говорит, возьмите иго мою, оно легкое. И это вы сделали. Друзья мои, это есть призвание наше, как священников, исполнить три главные вещи, которые Бог на нас возлагает. Семя, упавшим в землю, он должен умереть. Мы должны взять свой крест и следовать за Христом. И иго Божие, оно легкое. Оно не напрягает. Мы хотим вас поблагодарить, как церковь, как ваши братья. Спасибо, что вы просты. Спасибо, что вы настолько просты в общении, в дружбе, в отношениях. Дай Бог, чтобы мы были все такие в теле Христова. Ибо мы с вами призваны служить одному Господу. Спасибо.